В музее Востока открылась выставка работ знаменитой армянской художницы Мария Масламазян. В экспозиции под названием «Истории солнечных цветов» представлены разные грани ее таланта. Здесь и портреты, и натюрморты, и керамика. Подобная выставка в Москве была 20 лет назад. Просто я восхищена. Смотрю, каждая картина лучше другой. Изумительная. Молодцы, что они в сохранности хорошие. Сохранились столько лет. В залах музея разместилось более 30 работ художницы из собрания галереи сестер Мария Масламазян, Государственного музея Востока, Третьяковской галереи, а также полотны из частных коллекций. Большая часть картин привезена из Армении, из ее родного города Гюмри. И мы попытались выбрать и выставлять. Сейчас в Москве самое хорошее, скажем так, чтобы люди смогли после 20 лет перерыва еще раз увидеть Мария Масламазян в таком виде, в таком шикарном выставке. Картины Мария Масламазян выставлены по всему миру. Они украшают самые известные галереи Москвы, Санкт-Петербурга, Китая, Индии, Франции. Мария Масламазян любила путешествовать. Она посетила более 60 стран. Поездки не прошли бесследно. Свои эмоции и впечатления от каждой страны художница отражала на холсте. Путешествовала она в основном по Востоку. Индия, Египет, Мадагаскар, Шри-Ланка – это те страны, которые давали ей вдохновение. Особое отношение у нее было к Индии. Она была знакома с Индирой Ганди и была лауреатом премии Дживахарла Лунеру. И очень много рисовала Индию, потому что ее привлекали индийские краски. И вот это то, что Восток – это праздник цвета. Вот это в первую очередь. Гаене Ника Гасян – племянница великой художницы. В ее личной коллекции две картины Мария Масламазян – «Весна» и «Натюрморт». Яркие полотна теперь украшают стены Музея Востока. Я действительно была с ней очень связана и душевна. И как-то очень хотелось отдать вот долг ее памяти и вернуть ее, ну, ее энергию добрую, вот эту вот веселую, жизнеутверждающую, вернуть ее обратно в Москву, хоть ненадолго. Работы Мария Масламазян наполнены светом, энергией, а также безграничной любовью к своей родине – солнечной Армении. Узнать больше о художнице и лучше познакомиться с ее уникальным творческим наследием можно будет в Музее Востока до середины сентября.